Всем привет! Это канал ТНТ. Шоу «Двое на миллион». Шоу, в котором большая дружба проходит проверку миллионам рублей. Но в итоге всегда побеждает дружба. Потому что миллион, как правило, покидает нашу игру чуть раньше. Меня зовут Павел Воля. Здравствуйте! Кто же сегодня к нам пришел? Отличные ребята, прекрасные телеведущие. Я очень рад видеть обоих, хотя только один из них пообещал накормить меня после программы. Встречайте, Константин Ивлев и Дмитрий Шепелев! Господа! Димка! Это все ваше! Это все ваше! Паша, мы с тобой встречаемся часто теперь, а я не устаю тебе говорить, какой ты красивый, Паша. Дим, я слабо разбираюсь в мужской красоте. Но сразу тебе скажу, что это никак не сработает. Отберу все деньги у вас. О наших гостях. Дмитрий Шепелев. Если Дмитрий стоит на одном месте с микрофоном более пяти минут, то вокруг него сразу начинают строить павильон и снимать новое шоу. Прекрасный телеведущий. Димка, привет! Многопрофильный человек, ресторатор, телеведущий, легендарный шеф-повар, под шубу которого мечтает лечь каждая селедка. Константин Ивлев. Послушайте, вы заявлены у нас как друзья. Где вы познакомились? Съемочная площадка, ресторан, кабак, метро, вонжатник. Костя, телевизионные, конечно же, телевизионные площадки, столовые, кафе, кафе Сардинка, беляши. Костя был героем с дочкой в программе «Ты как я» на канале ТНТ. Кстати, прекрасная программа, Дим, шикарная программа. Собственно, мы там и познакомились, и даже успели немного перетереть про мясо. Я реально в перерывы подходил к Косте и спрашивал, что я делаю не так, почему мои стейки такие говняные. И Костя мне доходчиво объяснил. Да, что они мне до тех пор такие же остались. В смысле, просто по-своему наорал, да, и все. И ты все понял. В чем секрет стейков? Почему Дима портит все стейки всегда? Потому что покупают не то мясо. Окей, как отличить, какое мясо надо покупать? Ну, я не знаю, какое ты мясо любишь. Я, кстати, очень люблю говядину. Стейки? Люблю стейки, да. Вот и все. Значит, надо покупать правильные стейки, а не альтернативные стейки. Я тебе расскажу. Есть классические стейки, извини, да? А есть альтернативные стейки. Классические, более дорогие. Это, например, там, ребай, стриплоин, тендерлойн. А альтернативные, это мачете и многое другое, что ты ешь, жуешь, и кайфа никакого нет. Слушай, по поводу мяса. Я был в Италии, и мне там дали попробовать легендарный флорентийский стейк. Это огромный кусок мяса, почти не прожаренный. Я говорю, научите, как вы это делаете. Мне говорят, хорошо, приходи на следующее утро, мы тебе расскажем, как готовить настоящий флорентийский стейк. Мы встречаемся с шефом утром, а чтобы вы понимали, он шеф как бы ресторана, который стоит в поле, и на ближайшие 20 километров вокруг вообще ничего. Как они любят, да. То есть он сам себе шеф, ему отлично. Мы с ним встречаемся, он приглашает меня на кухню, там свежайшее мясо. Вот что такое свежайшее мясо? Ты его нюхаешь, а оно даже мюкнуть не успело, да? Оно прям пахнет молоком. Ну, свежее только то, которое еще стоит и жует. Да. Я у него спрашиваю, так а в чем твой секрет? Он говорит, а секрет очень простой, ты должен покупать мясо. Я армянин. У одного и того же человека последние 60 лет. И тогда, будь уверен, твое мясо будет классным. Да, но эта история есть в продолжении. Передо мной мясо, соль и дрова. Я говорю, и что дальше? Он говорит, все. Соли дровами, поехали. Больше ничего. А с солью все понятно, а что за дрова, спрашиваю. Он говорит, кипарисовые дрова. И в этот момент я понял, что флорентийский стейк дома, в Подмосковье, я никогда не приготовил. У нас Константин Ивлев и Дмитрий Шепелев. Давайте начинать двое на миллион. Итак, мы начинаем шоу «Двое на миллион». Прямо сейчас я дарю вам, внимание, один миллион рублей. Все, ваше. Все, все, можно уходить. Нет, нельзя. Стоп, стоп, стоп. Спасибо большое, мы башнили. Стоп. Ах ты. Большой и маленький флорентийский стейк. Стоп. Вот так я и знал. Миллион. Запомните, как он выглядит. Красивая цифра, да? Потому что я сделаю все, чтобы он так выглядел недолго. Чтобы сохранить хоть какие-то нули из этой суммы, вам придется очень сильно поднапрячься. За каждый неправильный ответ я буду отнимать у вас 100 тысяч рублей. Если все понятно, давайте начинать. Первый раунд. Раунд называется «Вопрос для друга». В нем игроки, как вы уже поняли, будут выбирать вопросы друг для друга. Один выбирает вопрос, второй на него отвечает. Цена каждой ошибки 100 тысяч рублей. А именно столько стоят услуги бизнес-тренера, у которого никогда в жизни не было никакого бизнеса. Господа, одному из вас придется отвернуться, а другому выбрать категории. Тот, кто отвернется, делает это для того, чтобы он никак не мог участвовать в выборе. Для него выберет друг. Давайте начнем с вас. Костя отворачивается. Дима остается здесь. Давай. Он сам отвернется? По моей команде. Стой. Это вот то самое будущее, когда мы думали, роботы будут у нас на службе. Вот оно. Покажите категории. Мультики. Могучий случай. Могучий, о времена, о нравы. Как тебе кажется, какая Костя ближе к категории? Поскольку у Кости маленькая дочь, то я думаю, что он должен быть в теме. Могучий случай. Нет. Мультики. Мультики. Хорошо. А я, как персонаж всех мультфильмов, говорю, принято. Константин, поворачивайтесь к нам, пожалуйста. Роботы, побежали. Костя, сделай видишь, ты не слышал, о чем мы разговаривали. Сейчас для тебя будет сюрприз. Так выглядит лицо человека, который вернулся из маленького путешествия. Итак, поехали. Во всем мире ежегодно отмечается множество странных праздников, таких как День Числопии или День Редких Заболеваний. Во всех случаях даты этих праздников выбраны не случайно. Когда во всем мире отмечается День Трехмерной Анимации. Костя, ты с нами? Да, 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 да. Я еще раз перечитываю, вдруг он неправильно прочитал, понимаешь? Ты очень медленно читаешь. Пятница? Просто пятница? Пятницу! 13-го. Если кто-то не знает, каждую пятницу у нас 3D-анимация. Куфетчу. Ну, как раз это хороший день. Это конкретная дата, это прям число и месяц. Три. Первого. Две. Одна. Все. С Камчатки помолчим пока. Ага. Отличники пытаются. Итак, любая версия. Третьего. Шикарно. Чего? Третьего дня. Месяца каждого дня. Третьего месяца каждого дня? Что это за календарь такой? Чтоб тебе так зарплату выдавали, Кость. Третьего месяца каждого дня. Надо ответ, иначе просто списывается 100 тысяч. Да, во всех случаях даты этих праздников выбраны не случайно, когда во всем мире отмечается день трехмерной анимации. Шикарное чтение. Надо ответить. Что ответить? День? День и месяц. День и месяц. Я вам говорил, повар они не очень. Первое сентября. Первое сентября. Шикарно. Внимание на экран. Нет. Это не так. Дим, так что? Когда? 14 марта. Потому что в вопросах зашифрованы ответы. День числа Пи. Пи. 3.14. 14 марта. Мой ответ. Точно неправильный. Дим, ну вот число Пи отмечается, наверное, 14 марта. Кроме того, что у меня день рождения еще в этот день, я буду теперь и число Пи отмечать. Но вопрос-то какой? Вопрос про трехмерную анимацию. Как еще называется трехмерная анимация? 3D. 3 декабря. Вот и все. 3 декабря. Внимание на экран. Конечно. Том. Конечно. 3 декабря. 3D. Во всем мире отмечается этот праздник. А я додумал, все для детей. Первое сентября. Я бы тоже ответил. Я бы, я старался. Ребят, я вас очень сильно поддерживаю. И один старался, и другой. Минус 100 тысяч. Я обожаю. Спасибо, Паша. Дим, отворачивайся. Мы с Костей выберем для тебя категорию. Итак, внимание. Категории. Смекалочка. Угрозы и оскорбления. Интересное кино. Ну, второе это вообще больше мое, конечно. Согласен. К этому прекрасному человеку не имеет никакого. А вот первое, мне кажется, да. Ну, больше всего, мне кажется, третье. Давай третье. Интересное кино? Да. Хорошо. Принимается. Отлично. Дим, поворачивайся к нам. Костя, все наоборот, понимаешь. Все наоборот. Дим, ну тут у нас так получается, как бы это даже сказать. Повар выбрал вам кино. Давай. Итак, внимание, понеслась. Лучшая история первая, пишет американский телезритель об этом фильме. Это длинная борьба между работниками стройки. Режиссер вдохновлялся голливудскими комедиями 20-30-х годов, и у него получилось отлично. Что это за фильм? Только Дмитрий Шеппель. Слушайте, ну, стройка, они же не обязательно должны там что-то строить, да, в прямом смысле. Они же могут строить там империю или отношения могут строить, вот чем не стройка. Конечно. Я хочу очень ответить, типа, «Звездные войны» там какие-нибудь, но я очень сомневаюсь. А я все про «Дом-2» думаю, там строят тоже. Я тоже вот подумал, да. А еще у меня что-то первое, что я подумал, американский пирог почему-то. Там же две части, и первая классная. Но в 30-е не было «Мамы Стифлера», 100%. Блин. Дим, лучшая история первая. Два. Пишет американский пироги в этом фильме. Надо отвечать. Шикарная версия. Пусть это будет... Сейчас первое, что пришло. Американская история... Есть же такой фильм? Вы мне можете потом вот это вот лицо распечатать, отдельно передать? Я буду вдохновляться. Операция «Ы». И что? И другие приключения Шурика. Там же была стройка. Ваша версия? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Шурик, не надо. Ну да, операция «Ы». Конечно, операция «Ы» и другие приключения Шурика. Окей, ладно, принимается. Но у тебя на самом деле уже не было времени подумать. Ну, ты молодец. Тебе бы еще вот чуть-чуть-чуть-чуть и было бы классно. Внимание на экран. Правильно или нет? Правильно! Еще бы чуть-чуть и было бы классно для меня. Ну что ж, прямо сейчас наши участники сохранили 100 тысяч рублей. Браво, ребята! Молодцы, классно. Мы продолжаем первый раунд. И теперь вы будете выбирать вопросы друг для друга, глядя не на категории, а сразу на ответы. То есть один игрок выбирает ответ, второй отвечает на соответствующий вопрос. Цена ошибки все та же, 100 тысяч рублей. Дим, я ничего не понял. Ты наденешь наушники. А, все понял. Не будешь знать, что тут происходит. Мы будем знать правильные ответы. Выберет Константин ответ, а потом тебе мы зададим вопрос. Ладно. Он все равно ничего не понял, клянусь. Итак, внимание. У него не было одного глаза. Это правильный ответ. Раз. Рентген. Это правильный ответ. Два. Пролетел, как фанера над Парижем. Это ответ три. Ну, второе сразу нет. Третье будет очень безумно сложно. А вот что касается зрения, опять же, в продолжении его правильного ответа, я думаю, что первые будем. Хорошо. Мы запомнили. Полная тишина. Уберите это. Диму можно развернуть. Прямо на припеве. Прямо на припеве? Лим Бискет. Ребята. Блин. Спасибо за эту песню. Я их обожаю. Мы все знаем ответ, поэтому сражаешься только ты. Итак, поехали. Один швед потребовал уменьшить ему налог на телевизор на 50%. Почему? Налог на телевизор на 50%. Почему? Уменьшить налог, это значит, что он будет платить за телевидение меньше. Почему? Он его не смотрит. Он завел себе девчонку, и ему не нужно смотреть телевизор. Классно. Вот когда... В Швеции вряд ли одну девчонку он сможет. Извини, да. Да. Ничего страшного. Мы в Швеции не были. Делитесь. Я был. Могу. Он женился. И как бы, ну что, семья дети. Дим, время. Три. Один же потребовал уменьшить ему налог на телевизор, но все равно. Друг не смотрит. Итак, потому что он не смотрит. Принимайте этот ответ. Внимание на экран, правильно или нет. Неа. Дима. Дима. Давай порассуждаем. Давай порассуждаем. Потому что он помер. Все очень просто. Он смотрит с точки зрения... Нет, подожди. Он смотрит телевизор с точки зрения, каким количество глаз. Ну, он ослеп, я тебе говорю. Нет, он смотрит телевизор, когда нормально... Сколько у него глаз? А у него зрение на один глаз стало хуже. Да? Ну как хуже? Совсем его не стало. Вообще его нету. Поэт выклевали глазик ему. На 50% бы попросил, типа, я же смотрю одним глазом, ребят, сбавляем. Внимание на экран. Я был близ. Да, это абсолютно так. У него не было одного глаза. Это смешно. А были очень сложные. Я тебе выбрал легкие. Отворачивается Константин. Да, наушники. Там новый альбом Дмитрия Шепелева. Димка. А я? Надо сейчас будет... О! Правильный ответ. Ты по ответам примерно догадаешься, какой вопрос будет полегче. Давай. Итак, поехали. Астронавты. Армстронг. Олдрин. Коллинз. Автопортрет. Писать письма Санта-Клауса. Я думаю, надо выбирать что-то, в чем Костя силен. В чем он разбирается, что ему будет понятно. А он парень уже не молодой. Да? Не мальчик. То есть он знает... Ну давай даже на чистоту парень уже не парень. А мужчина. Он точно знает, кто такой Армстронг, Олдрин и Коллинз. Может знать. Нормально. Автопортрет. Ну не его тема. Ну какой автопортрет? Ну нет. Не про это. Какой уж есть тут чушь. Да. Так. И писать письма Санта-Клаусу. Ну детская тема. Мне кажется, уже ему пишут письма. Он уже сам... Санта-Клаус. Санта-Клаус. Хороший. Армстронг. Выбирай. Давай. Астронавты. Отлично. Запомнили. Убрали. Можно повернуться. Наконец-то. А то мне такую музыку здесь поставили. А чего я тебя играл? Модерн Токинг. А мы всем ставим по просьбам. Я тебе говорил, не мальчик уже, взрослый перец. Все отлично. Все будет хорошо. Итак, внимание. Ни одной подсказки в этой студии. Вопрос. 100 тысяч на кону. Погнали. В конце 60-х прямой эфир с этими тремя людьми транслировался в 33 странах на 6 континентах. Актерами они не были. Но в Голливуде на Аллее Славы их имена тоже есть. Кто эти люди? 60-е годы. Так, 60-е годы в конце прямой эфир с этими тремя людьми транслировались в 33 странах на 6 континентах. Актерами они не были, но в Голливуде на Аллее Славы. А, ну подожди, Аполлон-13? Это космонавты? Я ничего не могу подсказывать. Еще есть 10 секунд, чтобы подумать. А мне надо назвать именно фамилии этих людей? Ну, фамилии было бы неплохо. Но если 60-е годы эта гонка была за космос в основном, а тем более учитывать то, что эти чуваки не были актерами, но космонавты тогда... 3, 2, 1... Космонавты. Окей, принимается. Посмотрим, правильно, нет? Ну. Е-е-е-е! Молодец! Да, это была выставка на Луну. Три известных фамилии. Принимаются космонавты. В Америке их называют астронавтами, но тем не менее правильно. Шикарное рассуждение вообще. Вот что значит фактически знать материал. Браво. Первый раунд завершен. В нем игроки потеряли 200 тысяч. 200 тысяч рублей. Столько оставляет самый богатый человек Земли Джефф Безос на чай, когда просто заказывает чай. А сейчас в ролике стоимостью 10 миллионов покажут средство, которое подешевело на 15 рублей. Реклама на ТНТ. Вы смотрите канал ТНТ. В эфире интеллектуальное шоу «Двое на миллион». У нас в гостях Константин Ивлев и Дмитрий Шепелев. У меня есть информация, я не знаю, насколько она проверена. Константин, вы учились в институте говядины в США? Yes, of course. Нет, реально есть такой институт? Да. Ну, это же америкосы, у них чего только нет. Я просто лично знаком с ректором, Харламов сейчас ректор института говядины в России. Я официальное лицо свинины. Институт говядины. А что там на этом, на дипломе, копытца или что? Не, не поверю. Не, это институт говядины и свинины. В Нью-Йорке я учился в институте говядины, а в Чикаго в институте свинины. А что их так раскидало по-разному городу? Я вообще, когда в Чикаго был, я боялся, как бы не было продолжения. Понимаешь, индейки, козлятины, баранины и всего остального. Потому что домой хотелось. Институт говядины, факультет индейки. Дим, ты начал свой путь на телевидении еще в школе. Да. Это получается, ты был уже популярным в последних классах? Я когда поступал в университет, меня уже знали. И студенты, и преподаватели. Жутко меня за это ненавидят. Меня на самом деле позвали на телек в массовку. Я начинал с массовки, если можно так говорить. Как говорили раньше, актеры массовых сцен. Не обижайте, пожалуйста, наших зрителей. Они не массовка, а актеры массовых сцен. А, то есть ты Золушка получается, да? Меня позвали хлопать. Я сидел и хлопал. А сейчас я здесь. Круто ты хлопал. Такая история. Ребята, у вас есть шанс дохлопаться до этого кресла. Да. Я напоминаю, что после первого раунда в вашем банке 800 тысяч рублей. Второй раунд впереди. Каждый из вас увидит на экране некую загадку. Загадки будут разными. Но обсуждать друг с другом загадки вы не имеете права. Вы по отдельности подумаете над своими загадками, а потом у вас будет 30 секунд, чтобы просто соединить ответы и получить название известного фильма или мультфильма. Цена ошибки, как всегда, 100 тысяч. Кстати, это еще недорогая ошибка. Вам скажет любой человек, который до сих пор рубли держит в рублях. Если вам нужно будет дополнительное время, я с удовольствием 30 секунд за 30 тысяч продам. А, то есть уже все пошло, да? Конечно. Пошла жаря. Ведущему на хлебушек тоже надо. Разъезжаемся. Давай. Загадочки. Под Константином медленно идет, да? Да. Хотя вроде пушинка. Итак, загадки на экране. Все, съезжаемся и набрасываем все варианты, которые придут в голову. Можно обсуждать. Костя, у меня вариант бабка-старушка. А бабуся на миллион есть такая тема? Бабушка на миллион есть фильм с Ревой, по-моему, или что-то такое. Миллион подходит тебе? Мне подходит вообще и то, и другое. У меня бабушка, скорее всего. У деда? Думаю, бабушка. Вам обоим подходит бабушка, я в шоке. Значит, мое правильное, то, что я подумал. Три. Но у меня в основном... Да, я думаю, что можно здесь оставить эту историю. Да. Пусть будет так. Бабушка на миллион. Не хотите ли вы, ли вы, ли, купите ли вы, ли, времени ли вы, ли вы, ли вы? Нет, Павел. Окей, ваш ответ. Бабушка на миллион. Бабушка на миллион. Итак, внимание на экран. Какая бабушка на миллион? Это что за кино такое? С Ревой. Малышка есть на миллион. А, блин. С Клинта Иствуда. И есть бабушка легкого поведения с Ревой. Вы смешали два величайших фильма современности, ребята. Знаменитый фильм о том, как бабушка всех побеждает в боксе. Играет Ревой, а снимал Клинт Иствуда. Итак, внимание. Те, которые поближе, мы называем именами. А те, которые подальше, просто буквами и цифрами. Планеты, конечно. Планеты. Планеты. Молодец, Зимочка, пятерка от меня. Планеты обезьян. Да, планета обезьян. Абсолютно верно. Она находится между козой и петухом в китайском календаре. Обезьяна. А может, полтинничек вернешь? А у меня бабушка в голове. Ну, кто между козой и петухом? Бабулька. Версия была шикарная. Мы ждем еще одну такую. Разъезжаемся, готовимся к следующим загадкам. Давайте, ребята. Итак, загадки. Костя, давай, я готов. Итак, снижаемся. Не знай-ка. Костя, плохая версия. Я уверен в ответе в своем. Ничего не знаю. А какой у тебя ответ? У меня утка. Утка? Утка. Пекинская? Давай, давай, давай. Нет, у меня явно не утка. А какой есть фильм или мультик с уткой? Утро. Дональд Дак. Костя, быстрее. Мультик про этого чувака. У него там еще... Ребята, нужен ответ. Три. У тебя какой ответ? Удивительно. Один. У меня ответ, я его просто не знаю, но я хотел его подстроить под твой ответ. У меня утка. Единственное, у тебя... Мы можем Дональд Дак? Дональд Дак. Я принимаю ответ у вас какой-нибудь. Но у меня явно не Дональд. У меня явно не Дональд. Давай купим. Купить можно? Ребята, с удовольствием. Вот, мы глупаем. Смотрите, как это легко происходит. Все, время пошло. Обсуждайте. Допустим, все-таки у меня утка, ну или что-нибудь. Что у тебя там? Скажи, господи. Слушай, у меня достаточно такая философская, глубокая тема, связанная с тем, чего уже нету. А ответ у тебя есть? У меня ответа нет. Нет, если только это вот этот наш знаменитый режиссер, который вот эти космические саги снимал. Лукас. Да нет, наш. Лукас не наш. Тарковский? Да, Тарковский. У Тарковского столько фильмов про уток, конечно, ребят. Знаменитый фильм Иванова утка. Все, три, два, один. Не знай-ка на Луне. Подождите. Но утка тоже может прилетать. Ваша версия. Ребят, сейчас просто снимать фильмы. Не знай-ка на Луне. Ну пусть будет какой-то. Не знай-ка на Луне. Шикарно, принимаем. Отлично, замечательно. Черт, проиграли. Я по нему сразу видно. Обожаю, как вы командой умеете работать. Шикарно. Один говорит, я точно знаю, что у меня утка. Второй говорит, я не знаю, что у меня. Не знай-ка на Луне. Внимание на экран. Блин, а? Конечно, нет. Внимание, загадки, ребята. Итак, утка-ча забрали, ча. Что осталось утка-ча? Утка. Правильно. Утка-ча. Убираем ча. Утка. Утка. Я был прав. Это наука о том, чего уже нет и не будет. Давайте перечислять науки, какие мы знаем. Физика. Физика есть. Химия. Она будет, правильно. Нет, и не будет. Химия есть, будет. Что-то про прошлое. История. История утины истории. Конечно, утины истории. Внимание на экран. Утины истории, да. Хотя это мультики, да, нашего того времени. Видишь, какая у меня смекалочка есть. Да, я вижу. Да, смекалочка есть, но над характером бы поработать. Минус 130 тысяч за один вопрос. Обожаю. Я сейчас все хорошо. Зато новые какие мультики и фильмы придумали, понимаешь? Разъезжай. Можно еще? Зато подходило-то, да? Было очень подтовой. Подходило шикарно. Не знаю, экономология, но, блин. Внимание на экран. Стоп. Значит, роза, ромашка, лютик, ландыш необыкновенный. Или как там фильм? Ландыш серебристый. Ландыш серебристый, вот, например. Не подходит под мой вопрос. У меня тут какие-то калибри, это фея. А, подожди. Аватар. А, два слова должно быть. Ну, в фильме Аватар. Аватар? Аватар. Да, ну вот это роза, подсолнух, например. Земляника, клубника, тюльпан, 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 например, гладиолусы. Ребята, вы обсуждаете, 30 тысяч надо снять. Гладиолусы, снимаем 30 тысяч. Снимаем 30 тысяч. Да, снимаем 30 тысяч. Гладиолусы, ромашки. Сирень. Сирень, сирень. Первый, первый, я второй. Сирень. У меня прям пустота. Пустота. Вот у меня такое тогда было. Понимаешь? Вот не туда и не сюда. Но при этом вот что-то такое должно быть. Воздушное, понимаешь? Светущее, радостное такое. Единороги, может быть, единороги подходят? С розами? Роза, роза, роза. Красная роза, эмблема любви. Черная роза, эмблема печали. Три, два. Я не уверен, что они могут такой фильм зашифровать. Один. Они его даже не знают. Я прям в шоке. Я нет. Какой есть мультик, либо фильм, связанный с цветами? С цветами? Да, цвета. Вот что, один паровозик? Все, господа, обсуждали уже все, что только возможно. Ответ. Ландыш серебристый. Мне нравится этот мужчина. Он настойчивый кутила. Итак, внимание на экран. Да что ж такое-то? Мне кажется, почему-то вы не удивлены. Вообще. Давайте загадки. Фу, продержимся. Остаток шикарный. Итак, Кость, давай сначала на первое. У них есть свой мир и свой сад. Кто это? Что это вообще? Ребята, каких садов практически в каждом микрорайоне? Несколько. Детский. Детский сад? Мир, детский сад. Детский. Ударь меня. Детский сад. Как ты мог... Подожди, а у меня тогда как это связано? Растение, которое часть других может стоить в кино. Мы в кино, когда идем. Чего? Что мы жарем все время в кино? Не знаю. Копкорн. Какое это растение? Кукуруза, детская кукуруза. Как вместе будет фильм называться? Детская кукуруза? Ребят, ну вы что, есть шикарный классика «Дети кукурузы». Я вам советую всем посмотреть ужасы фантастические. Американские, вот этот вот, более кукурузный, где? Сивен Кинг. Это один из самых знаменитых вообще его романов. Прошло мимо меня. Дети кукурузы. Раунд завершен. По итогам двух раундов наши игроки потеряли 560 тысяч рублей. Именно столько стоит, чтобы Константин Ивлев пришел к вам домой и наорал на вас за то, что вы плохо готовите. Каждый день 200 миллионов пар по всему миру занимаются любовью. Это 2000 пар в любой момент времени. Я хочу обратиться к вам. Эй, вы, остановитесь. Мы для вас тут стараемся. Реклама на ТНТ. Вы смотрите канал ТНТ. В эфире интеллектуальное шоу «Двое на миллион». Игра, в которой можно оценить друга в рублях. У нас в гостях обладатели ТЭФИ, Константин Ивлев, Дмитрий Шепелев. О, у тебя есть? У тебя есть ТЭФИ? Да. Да, ребята, в этой студии нет никого, у кого бы не было ТЭФИ. И у тебя есть ТЭФИ? Конечно. А у тебя за что? За Камеди Клаб. В смысле за Камеди Клаб? Лучшая программа. Это то же самое, как у меня, за достояние республики. Типа, всем и никому. Паш, ну давай. Послушай, с учетом того, что ТЭФИ дали Камеди Клабу один раз, это вообще какое-то чудо. Что заметили. А, это телевизионные чмошники. Ну дайте им тоже что-нибудь. Мне дали ТЭФИ в компании. Иван Ургант, Наталья Водянова, Дмитрий Шепелев и кто-то четвертый там был. Видишь, я уже даже не помню. Мне дали, брат, ТЭФИ. У нас один на четверых. Ал Суи, участник из Израиля. За Евровидение ты получал? За Евровидение. Есть ТЭФИ, но есть ТЭФИ у программы, которую я вел. Вот как у тебя, программе дали. А у меня вот именного, типа Дмитрий Шепелев, без всех. А, как лучше ведущего нет. Такого у меня нет. Нет, у меня тоже. Программа на ножах. Ивлево. Так это все ерунда. Типа лично должен получиться? Конечно. И вот Павел Воля. Лучший из лучших. Ну давайте тогда загадаем, что в этом году. Нафиг надо. Послушайте, мне достаточно, что мне каждый год такую награду дает мама. Браво. Я напоминаю, что в вашем банке 440 тысяч рублей. Третий раунд впереди. Раунд называется «Вопрос для двоих». В нем игроки должны вместе дать ответ на вопрос. Поэтому, соответственно, и вопросики будут посложнее. Но цена ошибки все та же. 100 тысяч рублей. Именно столько стоит 97 899 индийских рупий. Я думал, вам всем будет интересно. Итак, внимание. Разработанная в 30-х годах 20-го века она очень по-советски исключала приватность, но давала возможность быстрого реагирования на стихийный выброс. Будь то апельсины или туалетная бумага. Как она называлась? Это какой-то аппарат. Если это она, в советское время, что у нас была? Малютка, стиральная машина такая веселая. Ты стирал вообще? Нет. Нет, это очередь. А, очередь? Это очередь, конечно. Разработана в 30-х годах 20-го века. Она очень по-советски исключала приватность. Выбросили апельсины. Шу-шу-шу. И все побежали. Согласен. Или туалетную бумагу. Да, шу-шу-шу. И как она называлась? Как она называлась? Очередь? Ну, я думаю, что очередь. Она так и называлась. Ну, вообще подходит. Очень неплохо. Ну, там еще, знаешь что? Шикарная очередь. Было еще время, когда циферки писали на руках. Раз. Почему 30-е годы? Два. Три. А когда, да. Время. Согласен. Очередь. Если вам нужна подсказка, я продам ее за 30 тысяч рублей. Ребят, я вам советую воспользоваться ей. Это очередная разводка. Я по-моему верю. Ребят, кто-то разбирается в говядине, кто-то в подсказках. Давай заплатим Павлу. Давай. Обожаю этого Кусилова. Итак, внимание. Она исключала приватность. Это означает, глядя на нее, на это нечто, которое разработали в Советском Союзе, глядя на нее, было хорошо видно. Что внутри-то? А, бинокль, что ли? Или глядя на нее, хорошо видно. Было видно, что внутри. Стекло. Глазок. Подожди, а может быть это вот это вот? Как это называется, Дим? Ребята, ответ. Подожди, сейчас. Сейчас. Выброс. Пылесос. Или крышка. Как она называлась? Шторка в душ. Стихийный выброс. Все, принимаю любую версию, иначе сто тысяч спишутся сами по себе. Стеклянная витрина. Не, она до этого была уже. Стоп. Все, любая версия. Кусь, ну давай, я сделал все, что мог. Хорошо. Разработанная в 30-х годах 20-го века, она очень по-советски исключала приватность, но давала возможность быстрого реагирования на стихийный выброс. Будь то апельсины или туалетная бумага. Как она называлась? Соковыжималка. Отлично. Принято. Внимание на экран. Ответ смотрим, да? И сразу все будет понятно. Давайте. Итак, это Авоська. О боже, ну господи, как это легко. Костя, почему ты не вспомнил свое детство? Да и мы бы могли вспомнить свое, я еще Авоську застал. Господи, как это легко. Авоська, конечно. Аплодисменты, вы шикарно борете. Честное слово. Я вас поздравляю, раунд завершил. Уже? Да. И по итогам трех раундов наши игроки потеряли 690 тысяч. Именно столько матерных слов генерирует мозг при ударе мизинцем о тумбочку. Ну что, друзья, едем дальше? Отлично идем. Отлично идем. Четвертый раунд. Впереди. Итак, в этом раунде игроки будут вместе отвечать на вопросы Блица. Всего лишь несколько секунд на размышления. Как только игроки дают неправильный ответ или не дают никакого ответа, запускается счетчик. И из банка начинают списываться деньги. С каждым неверным ответом деньги будут списываться все быстрее и быстрее. Готовы? Да. Да. Европейский город на сваях. Венеция, конечно. Абсолютно верно. Одноголовый родственник змея Горыныча. Жираф. Змея. Неверно. Дракон. Блюдо, которое хулиганы могут сделать из человека. Отбивная. Верно. Молодец. Оружие, которое слушают бегуны. Пистолет. Верно. В какой руке у статуи свободы меч? В левой. У нее нет меча, факел и книга. Непроходимый конец улицы. Тупик. Верно. Автор строк. Идет, бычок качается. Филипп Егоров. Агния Барто. Жилище ничего не знающего. Шалаш. Хата. Моя хата с краю. Ничего не знаю. Кисломолочный продукт для фотографирования. Кефир. Кефир. Сыр. Шторки глаз. Веки. Веки. Абсолютно верно. Веки. Стоп. Прекрасно. 151 тысяча рублей. Это были легкие. Я вас поздравляю. Блиц завершен. Эти аплодисменты вам. За всю игру наши игроки потеряли 849 тысяч. Столько стоит накормить и одеть всю армию Лихтенштейна. Всю. Целиком. Вообще. Всех. Я вас поздравляю. Эту сумму вы больше не потеряете. Все деньги ваши. Но они достанутся только одному. Тому, кто победит в финальном раунде. Прямо после рекламы. Здесь, на ТНТ. Я буду сидеть и ждать вас. Вы не уходите. Я, если что, тут. Врубайте. Вы, да, вы, вы, конкретно вы, вы смотрите интеллектуальное шоу «Двое на миллион». У нас в гостях Константин Ивлев и Дмитрий Шепелев. После четырех раундов в их банке 151 тысяча рублей. И эта сумма достанется одному из них. Тому, кто победит в финале. Прямо сейчас. Господа. Ваши кресла отправляются в путешествие на финальные позиции. Вы можете доставать планшеты пока и ознакомиться с нашим интерфейсом. Кость, а мы ведь неплохо начинали, да? Да, я считаю, что мы вообще неплохо идем. Ребята, все шикарно. Осталось выиграть в финальном раунде, который называется «Каждый за себя». В этом раунде игроки сразятся друг с другом за призовой фон. Все ответы в финале представляют собой числа. Чье число будет ближе к правильному, тот и взял вопрос. Кто возьмет больше вопросов, тот и выиграл. На каждый вопрос у вас будет всего лишь несколько секунд. За это время вы должны успеть записать свой ответ в планшет, иначе вообще ничего не засчитывается. Самое главное, чтобы вы были ближе к правильным ответам. Давай. Понеслось? Да. Сколько лет было актрисе Янине Жеймо, исполнившей роль Золушки в советском фильме? Сколько выпусков программы «Поле чудес» вышло на май 2020-го? Сколько людей с фамилией Карлсон проживает в Швеции? В скольких городах России есть действующее метро? В скольких городах России... Сколько Оскаров получил Уолт Дисней? Сколько часов длилась самая длинная партия в игру «Монополия»? Скорость света в километрах в секунду. Забавно. Сколько персонажей в романе Льва Толстого «Война и мир»? Все? Чего? Значит, все. Давайте проверять. Чего? Сколько лет было актрисе Янине Жеймо, исполнившей роль Золушки в советском фильме? Костя, 45. Ягодка опять. Дима, 35. 35. Точно она была не молода. Да, но все знают, что она была не молода. Дима, ты был ближе. 37 лет ей было. 37. У нее был 31 размер ноги, у нее рост был 148 сантиметров. Она такая малышка. До 40 лет, говорят, она выглядела юной девушкой. Ее дочь во время съемки была ровесницей Золушки. А мама играла Золушку. Ну а что, было бы красиво, если бы было 10 лужек, 5. Сколько выпусков программы «Поле чудес» вышло на май 2020 года? Константин, тысяча. Дима, полторы тысячи. Слушай, ты почти к правильному ответу подошел. 1487 выпусков «Поле чудес». Вякубович, спасибо. Охренеть! Сколько людей с фамилией Карлсон проживает в Швеции? Константин, 100 тысяч людей. Дима, 8 тысяч. Ближе. Константин, ближе. 202 тысячи. 331 человек. Это информация на 2019 год. В этом году еще не считали. Города России. Скольких есть действующее метро? Костя, 25 городов. Дима, 10 городов. Я люблю свою родину. А я не местный. 7 штук. Дим, ты ближе. Давайте, я попробую перечислить. Да, я специально, чтобы Димка выиграл. Да, понятно. Нормально. Самый большой метрополитен. В Москве, соответственно. Дальше смотрите. Еще какие города? Питер, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара. Ошибочно считают, что есть метро в Волгограде. Но на самом деле, если спуститься, выясняется, что это хорошо замаскированный трамвай. Ребята, дальше. Сколько Оскаров получил Уолт Дисней? О, интересно. Костя, 0. Дима, 18. Если честно, он получил 26 Оскаров. И это рекорд. Это абсолютный рекорд. Он номинировался 59 раз. Я просто за Леонарда Ди Капри топлю, понимаешь? Мне хочется, чтобы он больше получил. Сколько часов длилась самая длинная партия в Монополию? Костя, 65 часов. Дима, 18 часов. Ну, что туда, что там играть? Ребята, 1680 часов. Браво, ближе. Наконец-то. Скорость света в километрах в секунду. Вот это тяжело. Костя, миллион километров. Вот так вот. А Дима написал, 3000 километров. Ну, 3000, норм. А что, миллиона-то нет, что ли? Ребята, вы оба катастрофически неправы. Миллион-это очень много. 3000-это очень мало. Но ты оказался ближе. Получается, 299 792 километра в секунду. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да. Первым измерил датский астроном Олле Рёмер. Вот буквально недавно, в 1676 году это было. И последний. Сколько персонажей в романе Льва Толстого «Война и мир»? Костя, 60 персонажей. Костя, ты что? Я всех брал и лошадей в том числе. А Дима, 600 написал. Вот кто брал и лошадей, и всех вообще. Нет, послушай, я точно знаю, что этот роман известен в том числе и тем, что там огромное количество персонажей, которые, ну, невозможно. Что там, сколько было? 559 персонажей. И, как вы понимаете, с большим перевесом, с колоссальным, с невероятным. Стыдно, с каким перевесом выигрывает Дмитрий Шепелев. Я поздравляю. Молодец. Совсем и шаг. Как круто. И он забирает невероятную сумму в 151 тысячу рублей. Я бы очень хотел, чтобы эти деньги поступили на счет фонда «Вера». Это точка. С удовольствием. До копеечки, до последней. Спасибо вам за это решение, вы молодцы. И по нашей традиции проигравший должен признать интеллектуальное превосходство победителя и месяц возить ему кастрюльки с борщом на съемки. Косаучик! Это все? Все. Ну, согласен, тут интеллектуальное превосходство прям налицо. Спасибо, очень приятно и очень весело. Ребята, это была шикарная игра. Вы сражались просто как тигры. Эти аплодисменты вам. Классно, было классно. Спасибо, было классно. А закончить шоу я бы хотел цитатой Марка Твена. «Если тебе нужны деньги, иди к чужим. Если тебе нужны советы, иди к друзьям. Если нужна справка 2 НДФЛ, ты пройдешь через ад». Это было шоу «Двое на миллион» на канале ТНТ. С вами был Павел Воля. До встречи. Пока. Хорош, 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 лучший. Димка, поздравляю. Спасибо тебе большое. Поздравляю. Коса, шикарно. Шикарно. Спасибо большое. Ребята, спасибо вам. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok